Здравствуйте! Давайте поговорим сегодня еще об одной монете, которую с большим удовольствием приобретают и хотят иметь в своих коллекциях нумизматы, в том числе и, может быть, не очень состоятельные, но монета чрезвычайно красива, желанна. У многих есть, а кто-то, конечно, к ней стремится. Это рубль 1912 года, посвященный столетию победы над Наполеоном. Нумизматы часто называют этот рубль сей славный год или просто славный год, так как посвящена она году 1812. По праву считается одной из самых красивых серебряных монет Российской империи. И не зря. Основа изображения данной монеты составляет государственная печать Александра I, государя-победителя Наполеона, который сам себя изображал впоследствии как этакого римского императора в венке в соответствующих римских одеждах. Ну а печать, использованная в изображении монеты, конечно же, и без того предмет важнейший для российской государственной власти на иной монете отражен наилучшим образом. Создано совершенно уникальное изображение с высоким рельефом, очень красивыми фигурными элементами. Ну и, пожалуй, особую красоту составляют монеты улучшенного подполированного изображения, когда поле совершенно зеркальное и хорошо видны высокие рельефные элементы. С другой стороны монеты, надпись, посвященная торжествам, связанным с 100-летием Победы, и тоже на совершенно зеркальном поле отдельные высокие четкие буквы надписи. Но на что бы я обратил особое внимание коллекционеров, которые хотят приобрести именно экземпляр в улучшенном, подполированном качестве, а это, конечно, несомненно, украшение, коллекция, и можно иметь много монет, может быть, намного более дорогих, но не столь же красивых, как рубль в сей славный год. Обращаю ваше внимание, что экземпляры улучшенного качества чеканки все имеют также и полированный гурт. Можно попробовать различными способами, ну, как иногда говорят в шутку, улучшить монету, подполировать, подчистить, надраить, сделать ее блестящей, создать видимость красивого зеркального поля полированной монеты и не имея достаточно опыта, можно, конечно, ошибиться и приобрести монету именно улучшенную. Она будет, несомненно, подлинная, но она совсем не будет действительно представлять собой экземпляр специальной чеканки. И именно полированный зеркальный гурт с неглубоко прочерченной гуртовой надписью и показывает монету действительно улучшенной полированной чеканки. Прошу вас обращать на это внимание, особенно если вы хотите приобрести монету в улучшенном состоянии. Итак, еще раз обращаю ваше внимание, у экземпляров улучшенного качества совершенно зеркальное поле и матированный высокий рельеф. Все элементы хорошо видны, острые, как говорят, можно обрезаться об эти элементы и они, конечно, очень контрастируют с зеркальным полем. Даже как в данном случае, видите, монета покрыта небольшой патиной, что совершенно не мешает видеть ее зеркальное поле. И то же самое с другой стороны, зеркальное хорошо видимое поле и рельефные высокие буквы, надписи везде острые по краям. Но самое главное, на это обращаю ваше особое внимание, полированный зеркальный гурт с неглубоко прочерченной гуртовой надписью, что свойственно и именно для полированных экземпляров. Для чеканки полированных экземпляров применялась технология усиленного нажима или двойного удара при чеканке. Таким образом, гуртовая надпись несколько сжималась и кажется совсем неглубокой, но хорошо контрастирует с совершенно зеркальным полем. Будьте внимательны. Спасибо, до следующей беседы.